Добрый вечер всем! У нас сегодня небольшой семинар, посвященный наследованию в Яваскрипте. Речь пойдет непосредственно о Экмоскрипте. Для кого предназначен этот семинар? В основном это как дополнение к нашему курсу, самому первому, уровень 1, где мы разбираемся с ядром Экма. Но поскольку курс у нас насыщенный, и язык не самый простой, то у нас не всегда получается по времени, разбирая прототипную модель, которая используется в Экмоскрипте, осветить именно непосредственно процесс наследования. То есть на каких-то курсах это удается, на каких-то курсах это не удается, в зависимости от общего состояния и понимания группы. Поэтому сегодня как раз для тех, кто об этом не услышал, тем, кому не повезло. То есть идея в чем? Когда мы с вами говорим о объектах, мы знаем, говорим, что у нас есть, соответственно, прототипы, через которые мы можем обращаться к свойствам того или иного объекта, перегружать их, добавлять, удалять. Но когда человек сталкивается с другими языками, в которых поддерживается классическое объектно-ориентированное наследование, у него возникает вопрос, как это сделать именно у нас в Экмоскрипте. И поскольку Экмоскрипт достаточно универсальный и позволяет себе многое, то вообще таких вот вариантов наследования один из товарищей, насколько я не помню по мере, по-моему, это Степан Степанов, в своей книге насчитал там около 12 штук различных вариантов наследования. Вот, от простого к сложному, да. Но мы рассмотрим с вами именно парочку, те, которые могут пригодиться. То есть первый вариант такого наследования, да, как я, простое наследование, как я его называю, достаточно тупое, то есть когда нам нужно, чтобы какой-либо объект наследовал свойства другого объекта, но не погружаясь в глубины особые, не заморачиваясь, кто, чего и от кого наследовал, да, вот, то есть достаточно быстрое, скажем так, простое наследование, как правило, оно осуществляется через некую промежуточную функцию, да, вот, ну, функцию обычно, как правило, называют, кому как нравится, можно назвать функцию объект с маленькой буквы, да, у нас регистрозависимый язык, поэтому мы не перебьем наш объект, который с большой буквы, вот, для особо ленивых можно функцию просто буквой О, например, большой назвать, бывает и так, ну, я назову ее просто Object, Function, Object, да, вот такого плана она будет, и сюда, соответственно, мы будем передавать, может быть, а может и нет, некий параметр, в свою очередь, объектом, который будет родителям для объекта, который мы будем конструировать с помощью этой функции, а в целом же и какой-то плана. Значит, что у нас будет внутри этой функции, да, внутри этой функции будет объявлена функция, любая, главное ей дать имя, ну, как правило, ей дают там имя F, можно X, ну, чем хорош, тем лучше, понятно, чтобы не заморачиваться, у вот такого плана банальная простая функция, вот она описана, да, вот, и пустая, у нее нет тела, ей не нужно, здесь, в эту функцию, в прототип, прототип, мы, если мы передаем некий объект, да, который наследуется новым объектом, то мы его и, правильно, записываем сюда, либо, если ничего не передали, то наш базовый объект вот таким вот образом, да, и будет, так, использовать эту двупалочную, да, логический или, замечательную геомбу, которая нам, этот москрипт, позволяет использовать, присваиваем либо объект, либо это дело. Вот, и все, все, что мы делаем, это возвращаем, да, return, return new f, то есть, создали, да, экземпляр этого объекта и его вернули. Обратите внимание, что этот new, он у нас здесь, как бы, внутри, да, вот, зашит, поэтому все объекты, которые нам нужно будет сейчас создавать, они, соответственно, будут создаваться без new. Ну, исходя из этого, а что мы теперь делаем? Мы делаем так, да, например, ну, классика жанра, классика жанра, делаем какой-нибудь shape, да, вот мы создаем некий объект shape, у которого будет, давайте пока особо не заморачиваясь, пару-троечку, придумаем ему свойств, у него, значит, свойства type, название, у него свойства x, понятно, это координатка какая-нибудь, вот, и свойства y, тоже координатка, такая же, можно еще пару методов придумать, вот, ну, мы ограничимся этими двумя, пока методы мы добьем потом, вот, это у нас то, что называется некий абстрактный, выражаясь, таким классическим, оу-пэшным языком, некий абстрактный класс, абстракция, некий shape, это не прямоугольник, не квадрат, не окружность, там, не треугольник, это именно, некий shape, который будет потом наследоваться другими объектами, да, вот, теперь, то есть у нас есть type x, да, теперь мы решили создать какой-то прямоугольник, прямоугольник, как мы уже сказали, мы делаем что, мы вызываем вот эту нашу функцию, объект, обратите внимание, здесь нет new, да, у нас new, защита внутри этого объекта, бросаем сюда вот этот вот shape, shape, да, который приходит и в прототип приходит, и у нас на руках вот этот же, естественно, мы то, что нам нужно, мы перезаписываем, например, у него, естественно, type будет, например, rectangle, да, rectangle, плюс у него будет помимо x, y, у него будут, естественно, свои какие-то свойства, да, например, ширина и высота, предположим, да, пусть у него будет ширина и пусть у него будет какая-то высота, вот таким вот образом, да, вот мы соответственно, это дело сделаем, соответственно, это дело сделаем. Вот, теперь мы можно, можно, можем посмотреть, да, можем, например, что у нас, сейчас бросим его, я сократил себе консоль лог, бросим его сюда, откроем консоль, да, вот так вот, и попробуем запустить, вот, пожалуйста, вот он наш объект, да, вот его, это икс, это икс, который перешел по наследству от шейпа, это новые свойства, хай и вит, которые мы добавили, плюс это тоже наследуемое свойство, которое мы, опять же, выражаясь классическим уп-я языком, перегрузили. Тайп оттуда пришел, но мы переназначили его соответственно значили. Вот таким образом, да, теперь предположим, да, давайте мы, теперь мы делаем, теперь мы предположим, давайте сделаем вот так вот, какой-то еще один объект, var, кто у нас еще, будет circle, да, давайте, промахиваясь по этим самым. Вот, circle тоже будет от шейпа, у него тоже будет соответствующий перегруженный таймер, понятно, это circle, вот, но у него мы делаем что? У него мы перегружаем, да, х и у, х и у, пусть у него будет, например, х 10, х 20, да, и плюс, давайте мы ему еще сделаем радиус, какой-нибудь, да, например, 150. Вот, радиус 150, вот мы получили еще один. Вот, так, попробуем его сделать. Lock, circle. пробуем, значит, у нас запустить, вот он у нас, а, стоп, не то, секундочку, не туда нажал, да, circle shape, а, ну, конечно, извините, я тут на портах, думаю, в чем проблема, называется, видите, называется, я называю это синдром копипаста, скопировать, скопировали, вот так, а поменять забыли. Раз, теперь, пробуем, да, вот у нас, пожалуйста, очередной объект, очередной объект, радиус, x, y, type, все, что перешло оттуда по наследству, но, соответственно, перегружено, все это перегружено. Замечательно, сказали мы, замечательно. Вот, но, и, вот этот, rect, прямоугольник, и, вот этот сортов, да, они все наследуют, вот этого единого, как бы, родителя, этот самый шейк, да, давайте теперь, как бы, цепочку наследования сделаем, да, например, от нашего прямоугольника. То есть, у нас прямоугольник наследует шейк, а разновидность прямоугольника у нас есть еще квадрат, вот, давайте сделаем еще и квадрат, да, чтобы он у нас появился. Вот, вот так вот сделаем, значит, Значит, давайте-ка вот так. Сделаем square. В скворе. Но у него родителям уже будет не shape, а уже будет red наш, да, уже имеющийся. Имеющийся. Что мы у него сделаем? Ну, например, type. Естественно, у него будет type. Type. Это будет square. В скворе. И, поскольку у него ширина и высоте равна вообще-то, да? Каким-то образом. Вот. Вот так вот. Вот так. А ширина и высота, откуда у него взялась, она перешла по наследству от нашего прямоугольника. От нашего прямоугольника. Как видим, все хорошо. Все замечательно. Все замечательно. Да? Вот. И теперь, если мы опять же сейчас включим, попробуем этот square запустить в нашем логе. вот так вот, да? Вот. Вот. Вот, пожалуйста, да? Вот он у нас. Или ширина-высота 200-200, x, y, там 0, type, square, и так далее, и так далее, и так далее. Вот такая вот замечательная речь. Вот. Как я вам сказал, это, как я называю, это дело ленивое, ленивое наследование, да? То есть, здесь нет возможности, нет возможности предположить, да? Вот если бы я сейчас попытался узнать, кто кого, предположим, наследует, да, у меня бы сейчас ничего не получилось. То есть, если бы я сейчас написал, например, такую вещь, да, square instance of какой-нибудь там rectangle, например, да, то я сейчас получу соответствующую ошибку, да? Вот. Ошибку, которая, вот она, видите, да? Rectangle is not defined и так далее, и так далее. То есть, почему, да? Упс. О! Не туда нажал и все выскочило. Ну, нет, нет проблем. Сейчас, смотри. У нас там все сохранено. Вот. У нас сейчас вытащим сохраненные наши вещи. Ага. Вот, замечательно. Вот они. Угу. Вот. Получилось, так сказать, да, ошибка. Ну, потому что это у нас, как бы, что называется, мы не используем конструктор, мы используем банальную функцию, то есть, мы здесь делаем не new что-то, а вызываем функцию, а, как бы, а уже внутри функции происходит это new. То есть, как я вам сказал, это нормальное, быстрое такое наследование, да, когда не важно, кто чего наследует, важно, чтобы они, просто, именно это наследование осуществлялось вот по этой цепочке. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, достаточно быстро. Достаточно быстро. Вот, однако, это первый вариант, как я вам рассказал, я называю это достаточно быстрым наследованием, да. Вот, теперь я сейчас это все дело отсюда, так вот, сейчас сохранюсь из себя, вот так, извините, оно там и так сохранено. Вот, возникает вопрос, что с таким, фактически, классическим, да, наследованием, чтобы можно было через instance of сказать, да, кто у меня там в предках, например, да, есть у меня прямоугольник в предках, есть у меня шея в предках и так далее, да. Вот, здесь у нас вариант следующий, да, здесь у нас вариант следующий. Здесь мы уже описываем function, вот, function, shape, то есть мы уже классика жара, фактически наш конструктор, да, вот, страктный, как бы мы сказали, опять же, в наследуемых языках, мы бы сказали, что мы описываем класс под названием shape, да, у которого, опять же, будет this type, да, как мы сказали, this type, например, то есть будет shape, shape, раз, да, this x у нас будет 0, то же самое, да, здесь y у нас будет 0. Вот, уже мы описали некий базовый, скажем так, класс, с помощью которого можно что-то будет. Теперь, ну, можно, да, давайте парочку методов можно ввести, да, то есть мы теперь берем и делаем, говорим, например, shape, у нас shape есть prototype, prototype, сделаем, например, свойство move, передвигаем его точку x и y, move, который будет action, вот так вот, да, значит, здесь мы передавать будем x и y, вот таким образом, вот, и он у нас что-то будет делать, не знаю, там, возвращать, return, 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 значит, перед return, во-первых, мы присвоим, естественно, новые, да, мы сделаем так, this x, берем текущий x и добавляем то, что мы передали, вот, раз, this y берем и то же самое, что мы передали, да, новый, да, вот, и return, напишем что-нибудь такое, this type, this type, муфт, не будем сейчас с переключениями языковыми заморачиваться, this x двоеточие, плюс, 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 ну, как-то так, что-то, что-то типа такого, как-то так, да, turn this type плюс, ну, то есть, по идее, да, если мы сделаем, будет написано shape moved to 100 на 300, например, да, вот так, да, вот так, вот, и давайте еще, до кучи, до кучи, prototype, опять же, да, у нас, shape prototype, сделаем еще одно свойство, draw, 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 тоже будет у нас функция, то есть, это будет метод, мы будем сообщать о том, что мы что-то отрисовали, да, напишем, что-нибудь такое, напишем, draw, рисуем this type, например, shape, рисуем shape, в точке, point, в точке zis x zis y, да, как-то так, но, вот, фактически, то, что мы сейчас написали, да, у нас, как бы, это все по отдельности, то есть, это, это функция конструкта, а это, как бы, два свойства, добавленные в prototype, вот, и в классическом наследуемых, в классических наследуемых языках, объектно-ориентированных, все это вместе, вот вся эта вещь в сумме, называлась бы класс, вот, нас это тоже ожидает, я на всякий случай, напомню, тем, кто забыл и сообщил, тем, кто не знал, здесь идея в чем, идея в том, что у нас, в этом, кстати, году, я надеюсь, летом, вроде как, обещают, зарелизить, как, скрипт, редакцию, шестую, где, как раз, будут понятия классов, то есть, мы напишем, например, класс, шейрик, да, и будет там написано, вот, это не какая-то коренная переделка, это то, что называется синтатический сахар, то есть, фактически, в реальности, там останется внутри, вот, то же самое, что и мы написали, только, как бы, обертка будет красивая, для того, чтобы, я думаю, для новичков изучать, это будет тоже гораздо легче, без прототипов, без там всего, написал класс такой-то, что-то еще, но пока, у нас то, что есть, то есть, да, вот у нас шейрик, и так, это абстракция, да, то есть, фактически, все целиком, можно рассматривать, как некий класс шейрик, три свойства, три места, да, вот, теперь, теперь мы реализуем, соответственно, наследование, опять же, естественно, у нас появляется, кто? Прямоугольник, function, function, rectangle, function, rectangle, да, мы бы написали, и напишем, в следующей редакции, мы напишем, extend, extend, shape, да, вот, здесь мы такого написать себе не можем, вот, поэтому здесь мы, естественно, используем косты, как и положено, да, то есть, нам нужно теперь что сделать, нам нужно взять, вот эту часть, да, которая вот здесь, то есть, здесь 5, здесь x, здесь y, и перенести сюда, да, благо у нас, здесь, здесь, да, это тот объект, да, в контексте которого, будут исполняться эти свойства, поэтому первое, что мы здесь делаем, мы, благо у нас, опять же, вариант есть, call, здесь, да, то есть, как мы, да, это читаем, мы говорим, уважаемый, наш скрипт, возьми, пожалуйста, функцию shape, и исполнили его, да, вызови, как метод, вот, этого объекта, здесь, поскольку мы внутри, rectangle, имеется ввиду, вызови, то есть, shape, как rectangle, то есть, фактически у нас получится rectangle, точка shape, да, вот, он отработает, то есть, фактически что-нибудь, что он отработает? Отработает то, что он вот эти, здесь type, здесь x и здесь here, он переназначит фактически вот сюда, только в данный момент уже под this будет пониматься ректамль, да, ректамль, да, вот, после того, как он все это заполнил, нам надо перезаписать, переопределить type, только после, не до того, тогда вот, иначе он перезапишется, да, то есть, теперь мы пишем this type, откуда он взялся type, вот отсюда взялся type, он заполнился, да, теперь мы его переопределяем спокойненько, ректамль, ба-бам, вот, this rectangle, бам, сделали, замечательно, да, замечательно, вот, ну, поскольку у нас, как бы наш базовый класс, он состоит из, как минимум, двух частей, это сама функция конструктор плюс, добавленное свойство, который является методом, прототип, у нас их два таких, да, то здесь то же самое, да, надо сделать что? Теперь мы пишем rectangle prototype, мы ему прототипу данного, да, практически нашего объекта, присваиваем прототип шейпа, чтобы у нас сохранялась вся цепочка, цепочка, то есть shape, rectangle, и так далее, и так далее, да, вот, и теперь, далее, да, вот, и теперь нам нужно объяснить, кто у нас является конструктором, чтобы можно было использовать нормально instance of, rectangle, прототип, конструктор, конструктор, кто у нас является конструктором здесь, сам rectangle, да, то есть прототип-то shape, как бы, да, но конструктор у нас rectangle, вот таким образом, вперед, вот, вот мы и сделали, вот мы и сделали, вот, теперь, предположим, да, предположим, следующий наш момент, да, мы решили, определенные методы мы не трогали, методы, они там описаны, да, в прототипе, самого shape, мы вообще, долго не перебежали, теперь мы решили сделать, все, сказали, окей, копипаст небольшой, да, circle, раз, shape, опять же, да, заполняем, потому что он тоже от shape, да, все это дело у нас следует, естественно, единственное, что мы делаем, это перезаписываем, перезаписываем нам вот это дело, да, time, вот, а вот таким образом, да, вот так, вот так, так, тут Роман задает вопрос, почему не видно аудиторию, я не знаю, почему не видно аудиторию, Роман, но я думаю, что то, что я пишу, гораздо важнее, то, что у нас здесь в пустой аудитории, зачем вам на стену смотреть, тогда сделали, теперь, а, следующий момент, следующий момент, в принципе, нам нужно теперь взять, скопировать, вот эти вот дела, которые здесь, да, на самом деле, пока, вот, и, только единственное, опять же, поменять, ректангл, чтобы избежать синдрома копипаста, да, circle prototype, shape prototype, и circle prototype, constructor, и, соответственно, все, о, да, вроде бы, у нас, это, у нас еще нет на руках, еще объекта, да, фактически мы, опять же, выражаем, пользуясь терминологией, классической, классического, ОП, вот, да, мы описали некий базовый класс, он называется суперкласс, shape, да, со свойствами, с его методами, да, и отнаследовали его, да, два класса, которые мы будем использовать, rectangle, circle, которые наследуют, это не, да, что мы теперь, предположим, да, что мы теперь можем делать, смотрите, теперь мы создаем непосредственно объекты, да, вот он, rectangle, поскольку у нас конструкторы есть, теперь мы используем спокойно, new rectangle, new rectangle, ба-бам, да, то же самое, вар, new circle, new circle, new circle, правильно, да, вот, понятно, что мы можем, естественно, если мы сейчас положим туда все это дело, у нас будет все в порядке, то есть мы, естественно, можем сейчас, например, написать вот так, вот таким образом, вот таким образом можем написать, что у нас тут посмотреть, предположим, да, но, самое-то главное, мы это и до того делали, да, вот у нас, пожалуйста, да, смотрите, вон, вот у меня, темный там rectangle, вот у меня есть и метод draw, и метод move, да, и вот он type rectangle, и вот этот 0, и вот этот y, и так далее, здесь нет ничего, но, главное, что мы теперь можем сделать, посмотрите, я теперь могу написать, rect instancely, instance of rectangle, являемся ли, да, он, как бы сказали, экземпляром класса этого, да, вот, а shape, а shape, ну и до кучи мы сейчас еще на всякий случай circle сделаем, да, circle, да, вот, и берем, запускаем это дело, да, вот, а, circle мы еще, да, естественно, у нас тут, вот, является ли, да, вот, является ли он наследником, rect, да, он является наследником, является ли он наследником shape, да, он является shape, да, вот, то есть вся цепочка прослеживается, и то, и другое, и третье, да, и тот, и другой, и третий, как бы, класс, который, это дело, у нас есть в базе, который у нас есть в базе, является, является, вот, теперь, предположим, да, как мы уже сказали, пока время, сейчас дело закомментируем, да, вот, теперь, решили мы поработать, как у нас в прошлый раз, да, у нас что-то такое было, ага, с, с, square, предположим, да, square, вот, естественно, нам, мы говорим, ага, нам нужно описать, э, нашу, функцию, конструктор для square, да, вот, здесь, чуть-чуть хитрее, смотрите, вот, square, уже будет наследовать кого? Ректант, соответственно, square, square, и здесь мы уже вызываем, да, не shape, whole, а здесь, а ректант, ректант, он должен оттуда, отнаследовать, да, там, то, что было, да, вот, естественно, здесь у нас будет square, square, вот, теперь, опять же, смотрите, прототипом square, у нас, будет, ректант, прототип, да, а у ректант, свою очередь, shape, правильно, да, вот, и, вот, а, соответственно, да, конструктор у нас, он же и сам, square и есть, да, вот так, вот, вот таким образом, вот, теперь мы, опять же, one, пишем, да, там, one, square, new, square, вот, new square, да, вот, можно что угодно сделать, да, то есть, можно, например, теперь, опять же, написать, например, там, lock, square, точка, move, да, move, 50, 60, lock, square, кто у нас там еще, draw, да, draw, вызвали, да, draw, вызвали, да, является ли, является ли, square, instance of, сейчас, square, да, является, а является ли, square, в цепочке у него есть ли, ректанг, да, есть у нас ректанг, да, а есть ли у нас, shape, shape, да, всю цепочку отслеживает, да, вот он move, вот он draw, можем x, y, да, там перенести, ну и так далее, все вот эти вот, такого плана, да, и берем, берем, запускаем, вот, и видим, да, вот он, square, 50, 60, рисуем, да, там у меня, где-то, бага, здесь не там, наверное, стоит, да, вот, а, нет, да, здесь, это point, 30, 60, начинаем там, где-то, потому что мы его перенесли, все начинаем, да, и как мы видим, да, он является, да, он наследует, square, он наследует, ректангл, он наследует, собственно говоря, и сам, shape, да, где у меня тут бага, а, нет, вот у меня не бага, все нормально, у меня здесь, здесь пробел нет, draw this, получается, draw this square, at the point, да, вот, вот таким вот образом, да, вот у нас, вот, вот это фактически, вот это фактически, есть, да, это есть фактически классическое, как бы, наследование, да, наследование, то есть, то есть, сейчас, если сейчас, просто, как бы, резюмирую это дело, да, это для тех, кто, ну, во-первых, это полезно уже готовиться к тому, что у нас будет вебма в редакции, во-первых, шестой появится, примерно так, да, примерно так, вот, 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 и, как это в других языках, например, если вам попадется тот же самый код, не знаю, PHP, или чем-либо другом, да, то, в принципе, это как раз, вот, аналогия, вот, того, что я, например, сейчас напишу, да, вот смотрите, предположим, да, вот это дело, давайте я сейчас сделаю вот так, вот, под, под и тоже, под и тоже, сейчас как-нибудь, вот, вот, вот это дело, вот это дело, да, в будущем оно будет выглядеть как, или вот я еще раз говорю, в других языках, да, оно выглядит примерно, примерно вот таким вот образом, что-то типа, например, класс, вот такого плана, да, вот, причем, вот эти вот, вот эти вот дела, вот эти вот дела, да, они, вот так вот, как-то, сейчас, аналогию, да, провожу просто, вот так, чтобы мы увидели, вот, вот таким, я вот так ограничусь, вот, как-то так, да, что-то типа такого, что-то типа такого, да, а, другой класс, например, который ректангл, ректангл, да, он будет, что-то такое вот, выглядит как-то так, да, вот, ну, и там далее, да, явно следует, и здесь надо будет ровно добавлять то, что нужно, да, добавлять то или то, так будет более понятно, естественно, вот, особенно для, так сказать, начинающих людей, для новичков, вот таким вот образом, да, на данный момент то, что есть, то есть. Есть, конечно, как я уже сказал, есть и другие варианты, спокойно, да, можно то же самое, наваять, сделать как угодно и по-другому, там, да, разные варианты, есть от простого к сложному, но, как я уже сказал, вот эти вот два варианта, которые я показал, то есть первый, первый вариант, первый вариант, вот этот вот, через некую функцию, это просто просто, когда не заморачиваемся, кто от кого там произошел, то есть просто нам нужно добавлять, как бы, да, наследовать свойства, добавлять их, перезаписывать, вот, то есть очень быстро, и не напрягать. Если же, так сказать, фактически, воссоздать классическое наследование, да, то оно выглядит, примерно вот таким вот образом. Оно выглядит примерно вот таким вот образом. Вот, и все. Вот, здесь у нас, получается, вот такая вот вещь. Вот, вот, все, что, собственно говоря, на самом деле, я сегодня собирался сказать о вот этом вот деле наследовании. ТВ, сейс, вот topic, и, вот, вот тип Cars,